Опа! Привет, с вами доктор Влад. У меня мысль такая просвистела в голове, вот я решил вас ознакомить. Ну, заголовок вы видите, почему не стоит ехать в Америку по турпутёвке. Именно по турпутёвке. Гостевая там или гринкарта, или ПМЖ, или всё что угодно. Это, пожалуйста, по турпутёвке не нужно ехать. Я сейчас объясню, почему. Есть вещи, на которые не нужно смотреть нормальному человеку. Ну, что, для примера, ну, в морг не надо ходить. Я помню, у меня сестра водила там, сродная, водила в морг. Я учился в 10 классе, собирался в мединститут поступать, а она меня сводила просто на проверку. Ну, как я, выдержу или нет? Не, ну, я выдержал, но я две недели мясо есть не мог. Но мне это надо было, потому что у нас потом вот люди, ну, девчонки, да и парни тоже. Ну, парня нет меньше. Девчонки, когда у нас, значит, в анатомичке, были занятия, да, они просто падали в обморок и всё. И, в общем-то, приходилось им уходить просто из мединститута, потому что они там не могли, не могли находиться. Вот. Ну, не стоит ещё, не знаю, на колбасный завод не стоит ходить. На винный завод. Как посмотрите, не будете колбасу пить. Колбасу есть им и вино пить, да. Ну, что ещё? Мужчинам не надо женщину водить в такой ресторан, в который вы сможете её отвезти только один раз. Это золотое правило. Не следует. Потому что она посмотрит, и всё. И, в общем-то, она уйдёт к тому, кто будет её всё время водить туда. Ну, я мужчинам не посоветовал бы присутствовать на родах своей жены. Не надо, ребят. Я не буду объяснять, но не надо. Вот. Пускай она такая, остаётся нежной, вот, любимой, нежели вы будете смотреть на всё вот это вот. На эту грязь, в которой рождается человек. Человек рождается в грязи, умирает в грязи. Как-то так, да. Вот. В общем, не стоит делать таких вот вещей. И к чему я это всё говорю? Да потому что вот вы когда съездите в Америку, да, тут путёвка туда-назад, да. Вы как посмотрите, как здесь детям относятся, да. И сразу вспомните вот этот закон Димы Яковлева, который запретил американцам усыновлять наших расистых детей, да, ваших теперь уже расистых детей, где бы они жили, как люди, да. А где они в России прозябают и умирают просто-напросто, потому что американцы брали в основном детей с заболеваниями, не просто с заболеваниями, а с тяжёлыми заболеваниями. Здесь их выхаживали, они становились полноценными гражданами. Вы посмотрите, как живут пенсионеры, сходите в садик в детстве, как они там развлекаются. В казино сходите, во, в казино там сплошные пенсионеры, они балдеют, причём я уже рассказал, я видел женщину одна просто сидит в кресле, да, ну, заигранным вот этим столиком, сзади баллон кислородный, трубки в нос. Ничего, нормально, играть можно. Чё она видит, руки свободны. Вот как-то вот такие вещи, понимаете, вот вы на это, на всё посмотрите, да, как к животным относятся. Ну, в общем, и вам. Я рассказывал, по-моему, значит, моя знакомая, председатель общий инвалидов, она в Америку слетала по обмену. Вот, приехала, когда она две недели пила и плакала. Вот, она, ну, она посмотрела, как здесь инвалиды живут, да, абсолютно полноценно. Она, прикиньте, спинальница, да. Ну, это проблема с позвоночником, в смысле, да. На кресле и ей выделили однокомнатную квартиру на втором этаже. Не, лифта там нет. Четырёх- или пятиэтажные здания. В Дмитрове. Вот. И, ну, понятно, что она дома сидела. Никаких пандусов, ничего. Она просто была в заточении дома, понимаете. Потому что нужно было два здоровых мужика, чтобы выкатить эту коляску на улицу. Вот как-то так. Так, и поэтому не надо езжать в Америку. Нечего вам там делать. Вот, потому что насмотритесь и потом, ну, просто вешаться, понимаете. Там остаться. По туристической путёвке невозможно никак. Ну, нет шансов совершенно, да. Вот. А сюда приедете, вот, приедете в свою квартиру, да. Вы, может быть, раньше считали, что у вас крутая квартира там, то сё. А посмотрите, если зайдёте в Америку, в любой дом, в любую квартиру. И приедете домой в свой крысятник, крысятник, в нору свою, да. Вам будет не по себе. Не надо ломать просто себе психику. Один раз посмотреть в Америку. Ну, к слову сказать, сюда приезжают в основном люди такие, со стопыльными пальцами, с деньгами. Ну, в общем, если вы нормальный человек, то даже просто вычеркните это дело. Вам, туристам, ехать не надо. Я вам лучше так всё расскажу. Вот. Думайте лучше о том, как совсем свалить. Неважно. Можно не в Америку, можно, не знаю, в Израиль, в Париж куда-нибудь. Там сел в самолёт и улетел в Париж. Ну, куда угодно. В Финляндию, да. Через финскую границу. Вот. Главное, никуда. Главное, откуда. Потому что сейчас в России уже волнение. Вот мне тут парень пишет, на Кавказе тоже неспокойно становится. Вот. Не то, что там какие-то душманы, а просто, ну. Но людям жить невозможно становится, понимаете. Вот в России то же самое. Средняя зарплата низкая. На еду не хватает. Просто на еду не хватает. Ну, вот как-то так. Вот у меня что-то мысль скользнула насчёт турпоездки в Америку. И я вам не советую это делать. Всего хорошего. До свидания. С вами был доктор Влад.